Дом офицерского состава Отделки Отделки, да Что они тоже сохранились все Просто заштукатурены сейчас А это вот тут Да, вот кстати балкон видно Часть балкона вы можете видеть на фотографии На фотографии охранный батальон Батальон охраны шталага 352 Стоит за получением пищи На фотографии лета 41 года И вот здесь за вашими спинами Находился фонтан И рядом были огороды И вот где-то здесь Устраивали летнюю кухню И летом им раздавали кашу И они выстраивались в очередь И этот момент запечатлел фотограф Батальона пропаганды Сейчас расскажу про количество военнопленных 41 и 42 годы Это были самые насыщенные годы По принятию сюда в этот лагерь военнопленных Потому что несколько миллионов людей Советских военных Попались в плен Это было количество огромное Просто миллионами По-моему называют цифру В 5 миллионов за первый год войны Попало молодых людей в немецкий плен Количество было настолько огромное Что их просто не успевали расселять Поэтому их расселяли Как я уже говорил раньше Просто на пустых территориях Просто в полях Потом они уже обустраивали лагеря Многие заключенные строили здесь Бараки свои В каких-то уже зданиях Которые были построены до них Их уже размещали Какую-то часть расстреливали Потому что расстреливали В основном каких-то активных деятелей Это у немцев была своя тактика По ликвидации По сортировке людей В лагере Пересыльный Вот, мы, вы посмотрите Временный пересыльный лагерь ДУЛАК Казабра Да ДУЛАК Это пересыльный лагерь Это вот как раз-таки те лагеря Которые потом пересылали на стационарное В Масековщине был стационарный Основной лагерь для солдат Но это немецкий, да? ДУЛАК ДУЛАК Только не ГУЛАК, а ДУЛАК Ну да Немецкий Слово немецкий Слово немецкий И пошло от немецких Как бы Да, это сокращение Вот ДУ Просто нужно потом Лагказарма Расшифровать Ну, временное Просто шталаг Это от слова штамм Стам Пишется по-немецки Стам основа Основной лагерь Вот Офицер лагерь Офлаги Сокращение И вот ДУ Это тоже какое-то сокращение Но А? Находится Угла 150 тысяч Военнопленных Есть еще информация Что Из-за того, что Вот это Может быть Беспорядочное Такого скопления Людей Немцы И часть людей Отдавали В семьи Могли Родственники Забрать Часть людей Были Были случаи Когда военнопленные Которые доказывали Что они Не коммунисты Что они Что они Не имеют отношения К советской системе Что они Возможно Лояльно Ставятся До администрации Думаю Таких людей Могли Действительно Отпускать И были случаи Когда Когда Человек Говорил Что он Священнослужитель Православной Церкви Мы знаем Такой случай И он Говорил Что он Против коммунистов И он На самом деле Являет Даже занимает Какую-то Иерархичную Должность В православной Системе И его Отпускали И он Служил у нас В кафедральном Нашем Соборе Минском Но После того Как Советские войска Освободили Минск Вскрылось Что он На самом деле Не священник И вскрылось Много чего И Человек Попал под Репрессии Уже Советской Системы Вот Там В любом случае Эта история Имеет Свои Какие-то Подробности Вот Но Сам факт Что действительно Люди Каким-то Образом Могли Избежать Такое Было Были Здесь И побеги Но Были Также И Конечно же Жестокие Расправы И расстрелы Потому что Если Попадал Сюда Человек Офицер Который Имел Отношение К коммунистическим Идеям Который Принимал Какие-то Участия В серьезных Акциях В гражданской Войне Если это Были Идейные Коммунисты Допрашивали Потом Ликвидировали Также Это Было С национальными Меньшинствами Которые Находились Под опасностью Уничтожения То есть Была сортировка В лагере Были Разные Зоны Лагерь Был Обнесен Колючей Проволокой Были Заборы Были Вышки Были Прожекторы Про которые Тоже Упоминают И мы Кстати Увидим С вами Один Прожектор Число Оно Является Датой Освобождение Шталага 352 И в этот день Мы делали Экскурсию И когда мы Проходили Вдоль железной Дороги Приезжал Товарный Поезд С такими Ржавыми Вагонами Представляете Я только Рассказывал Про Привозили Как сюда Военопленных В этот момент Проезжает Поезд Я даже Прочерпел Что мы Не договаривались Но вот Мы вот Сейчас Увидеть Каким образом Сюда Прибывали Военопленные Вы наверное Видели Эти фотографии Когда Вагон Целиком Товарный Вагон Забит Людьми И они Вот так Едут Флаги По 80 Человек Говорили Вагон Возможно Да Просто Коробка И вот Такие Вот Здание Было Столовой Была Столовой И в Военной Части Тридцатых Годов И уже В шталане А столовая Это для Для Сужащих А сейчас Что там Нет Возле Столовой Кормили И военнопленных А сейчас Что там Сейчас Сейчас здание Наполовину Заброшено Какая-то часть здания Сдается в аренду Здание До сих пор Находится Под угрозой Сноса В плане Новом Оно Ничем Не обозначается Мы писали Письмо В котором Нам ответили Что это здание Подлежит Реконструкции Можно так Интересно Музею сделать Конечно Прекрасное место Для музея Например Даней Включи Прволки Не знаю Может быть Надо вам Немножко так Стать Чтобы увидеть Крыша Столовой Окна Столовой Фотографии Вы также видите Военнопленных Видите Людей из батальона Охраны Не получится Получится Не получится Ничего Не получится И вот ровно По тому месту Где сейчас Идет труба Ушел Забор С колючей Проволокой До самого Конца Большая территория Да Первые годы войны 41-42 год На территории лагеря Проживает Около 150 тысяч Военнопленных Это огромное количество Да Это очень много 50 тысяч Это как полтора города Молодечных Сейчас Проживает Вот на Небольшой территории Это был Лагерный госпиталь Где Людей Лечили Состав Лазарета Был очень Серьезный Врачи Были Также Из военнопленных То есть Военнопленные Лечили Военнопленных Они были Врачами Да Конечно Это были Врачи Они Вели Книги Учета больных Учета болезней Немцы Вели Очень серьезную документацию По концлагерю И очень много документов Сохранилось И эти книги До сих пор люди Которые работают С архивами Либо связаны с историей Они их изучают Вот Информации Сохранилось Достаточно много Многих людей Удалось найти Опознать Этим тоже Занимаются Есть специальные форумы На которых Люди Поисковики Помогают Родственников Пропавших В годы войны Людей Их найти Найти Их след И это делается успешно Благодаря конечно Тому что Немцы ввели Достаточно хорошую документацию Которая сохранилась Итак Мы с вами видим Лазарет Который сейчас Представляет собой Пехотажную Закинутую казарму К сожалению После того Как отсюда Ушли военные Здание Не передали никому Оно его просто Оставили И оно постепенно Разрушалось Подвергалось Нападкам Вандалов Тут произошло Два Поджога С Сомнительными Причинами Этих поджогов Одной версией Считается Что здание Специально Хотели привести К такому состоянию Чтобы даже при Попытке его защиты Была Указана причина О том Неселесообразно Сохранять Эта версия Имеет По свое Основание Также Мы видим Что территория Запущена И Наша инициатива Писала бумаги О том Чтобы Хотя бы Законсервировать Сейчас здание На что мы Получили положительный ответ Нам ответили О том Что здание Собираются Сохранить Мы видим Бараки Бараки Были за моей спиной Через Дорогу Снесены Бараки Были в 50-х Годах Это край Да Край Вот этой Трехэтажки Мы видим На фотографии А это Бараки На месте Одного из бараков В 50-х Годах Потом построили Казарму Вот это Видите Кирпичное здание Это казарма 52-го года Которая построена На месте Одного из бараков Перед бараком Вы можете видеть Колокол Это колокол Который созывал Людей для построения Построения На работы Где работали Военнопленные Военнопленные Работали в мастерских Которые ремонтировали Нуждающуюся В ремонте Технику Военную Также работали На лесопилке Так как это был Лесной массив Для нужд Лагеря И для других Каких-либо Штаней Занимались Работой с деревом А также Через железную дорогу На другой стороне Находилась торф-артель Где добывали торф Огромное количество людей Там Тоже работали Работали на торфе Во время Военной части До войны Во время войны И также После войны Продолжались работы Работали уже немцы Военнопленные Вот Это главный плац Перед нами На этом плаце По свидетельствам Совершались Показные казни Так как в лагере Совершались Побеги Попытки к побегу Соответственно Тех кто был пойман Казнили На плацу Все это происходило Вот здесь Предлагаю вам дальше пройти Продолжение следует...